В мире мгожества вопросов любой ответ дает интернет. Но что об этом думает настоящий невиртуальный профессионал? Доброе утро! Меня зовут Александра Прудникова. Я работаю в МЧС. Попасть в чрезвычайную ситуацию может любой человек и в любое время. Всемирная информационная сеть и в этом случае готова помочь советам. А вот насколько он будет полезен, остается только гадать. Если начнется пожар, знайте, запах дыма вас обязательно разбудит. Это неправда. Даже резкие, сильные и неприятные запахи не могут пробудить человека ото сна. Тому подтверждение многочисленные эксперименты, во время которых на спящих людей воздействовали с помощью различных запахов. И ни аромат бодрящего кофе, ни запах продуктов горения с этой задачей не справились. Чего нельзя сказать о громких звуках. Они разбудили спящих в 100% экспериментов. ОБЖ. Этой науке в интернете посвящено десятки миллионов постов и пабликов. Как правило, в них виртуальные эксперты по безопасности делятся рекомендациями, которые точно должны помочь в чрезвычайной ситуации. Если пожар только-только начался, то время на спасение у вас точно есть. Все верно. Учебные фильмы и эксперименты показывают, что жилая комната выгорает за 5-6 минут. Времени мало, но его достаточно для того, чтобы выбраться в безопасное место. Но здесь важно соблюдать ряд принципов. Первый – как можно раньше обнаружить пожар. Здесь вам в помощь бдительность и автономные пожарные извещатели. Второй принцип – как можно раньше вызвать спасателей. Чем раньше они приедут, тем раньше окажут вам помощь. И третий принцип – не паниковать и правильно действовать. Если вы не мешкаете и навык эвакуации отработан, то риски сводятся к нулю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова